Продолжение следует... ...поделиться научными знаниями. Действительно, событие это очень важное в научной жизни, по-своему эпохальное, потому что впервые в Белоруссии, задумайтесь впервые, честуется память графа Михаила Николаевича Муравьева, вот почитается, вернее чтится память графа Михаила Николаевича Муравьева, и впервые представлена возможность выступить и выявить все направления деятельности этого великого реформатора, и выяснить, какую же роль сыграл он в истории Белоруссии и Литвы и в истории православной церкви. Я написал книгу о деятельности графа Муравьева, но, к сожалению, она еще не вышла в свет, хотя замысл был показать эту книгу, рассказать о ней, но уж, коли так по техническим причинам и не получилось, то тогда я выступлю с докладом о графе Михаиле Николаевича Муравьеве, как усмирители и реформаторе северо-западного края. Чтобы нам было понятно, что северо-западный край – это неофициальное название шести губерний – это Ковинская, Велинская, Гроджинская, Витебская, Минская и Могилевская. Шесть губерний, которые охватывают территорию современной Литвы, Белоруссии, но и отчасти современной Польши. Вот такой огромный регион геополитически очень важный для Российской империи. И в 1863 году в Варшаве вспыхнуло восстание. Цель этого восстания было восстановление независимости Второй Речи Посполитой и присоединение всего западного края к независимой Польше. Ну, а западный край – это еще плюс три губернии – это Волынская, Подольская и Киевская. То есть вот такой значительный регион должен был присоединен к царству польскому, освобожденными от власти российского монарха. И что касается территории современной Белоруссии, то польское восстание преследовало цель восстановления границ 1772 года. И надо сказать, что вот в этом восстании мощную роль играла политическая пропаганда. Это, наверное, вот уникальная для новой эпохи вещь, когда пропаганда нацелена на то, чтобы вовлечь максимальное количество шляхты, крестьян в восстание. И если на территории царства польского лозунги национального освобождения были оправданы, то вот на территории северо-западного края об этом было сказать нельзя, потому что польское меньшинство – это помещики, шляхта, часть горожан – они, собственно говоря, составляли достаточно малое количество от общего населения края, а подавляющее большинство населения было православное, оно состояло из белорусов и малоросов. Или вот такой значительной части русского племени, вот такие тететермины употреблялись в ту эпоху. Так вот, пропаганда польского восстания, она, в общем-то, преследовала цели максимальной мотивации для, прежде всего, католического населения северо-западного края. Но если шляхте и помещикам вот эти политические цели восстания были довольно понятны, то есть они все ратовали за восстановление Речи Посполитой, то вот для крестьян, собственно говоря, вот эти политические цели были не совсем понятны. И поэтому пропаганда должна была составить или предложить такую высокую мотивацию в участие крестьян в восстании, которая, собственно говоря, и обладала бы привлекательностью и высоким мобилизационным потенциалом. Но проблема заключалась в том, что польское правительство не призывало к ликвидации помещущего землеводения, наоборот, ставка делалась на польских помещиков, которые здесь составляли экономическую элиту. И поэтому вовлечь крестьянство в восстание можно было с помощью вот особых социальных приманок. Давайте используем такой термин, он может быть не совсем корректный с научной точки зрения, но достаточно точный. Социальные приманки. А что это за приманки? А это обещание, я подчеркиваю, обещание бесплатных наделов. И, как мы выясним позже, обещание равенства для тех, кто пойдет в польское войско, для освобождения польской родины. Вот так писалось в обращении литовского национального комитета, который был в Вильно и находился в подполье, к белорусским крестьянам. То есть им обещали и бесплатную землю, и равенство, и даже дворянство, если они поддержат польское восстание. Но кроме этого, была еще одна сфера пропагандистской деятельности, которая воплотилась в так называемой мужицкой правде. Это вот был такой агитационный листок, который писался на нарочито псевдонародном языке человеком образованным, который подлаживался под массовое сознание неграмотного крестьянства. И вот этим человеком был небезызвестный Калиновский, который ныне представлен в качестве национального героя. Так вот, о чем же писал этот польский шляхтич в своих листовках, именуемых мужицкой правдой? Он писал о том, что мужикам польское правительство обещает некую вольность. Но вольность, если читать этот текст, он представлял собой некий утопический мужицкий рай, где нет ни налогов, ни рекрутов. Но в действительности, если мы вдумаемся в подлинный смысл этой вольности, то это аналог Махновщины, то есть безвластия, анархии. И тем самым Калиновский пытался решить очень важную проблему. Ведь польское правительство, я повторяю, не могло призвать к действительно революционным действиям, хотя оно себя именовало революционным. Почему? Да потому что, воистину, революционные действия предполагали черный передел, то есть передел помещичей земли. Вот это действительно суть революционного переворота. Но польское правительство, ни местные литовские комиссары сделать этого не могли. Я уже говорил о том, что польские помещики это опора восстания. Они давали деньги, они давали средства для вооружения повстанцев. И поэтому от пропаганды и от Калиновского требовалась очень важная вещь. Требовалось перенаправить энергию социальной ненависти, которую испытывали крестьяне помещиков, на москаля. Вот в листовках появляется зловещий, демонический образ москаля. И вот в Москве воплощается все зло. Это суть крестьянских бед. Это и Россия, это и монарх Александр Второй, это и великороссы и православие. Зловещий образ москаля. И вот на москаля им нужно было перенаправить вот эту энергию социальной ненависти. И этим и занимается Калиновский в своих листовках. Но когда он их, в общем, когда он печатает эти листовки, когда он формулирует вот эти вот социальные приманки бесплатной земли и вольности, при этом он использует еще и религиозный фактор. Это так называемый фактор униатский. Ведь мы с вами знаем о том, что в 1839 году состоялся Полоцкий собор, где произошло величайшее событие церковной истории нашего края. Это воссоединение униатов с русской православной церковью. Более полутора миллионов униатов воссоединились с православием, вернулись в лоно матери церкви, отторгнутые Брестским церковным собором 1596 года. После упразднения унии прошло чуть более 20 лет. И вот Калиновский в своих листовках пишет о том, что нужно восстановить унию, что якобы святой отец из Рима прислал уже ксензов, которым мешает вот этот зловещий москаль, для того, чтобы восстановить кунию. И если кто не оставит схизму и не перейдет к унию, тот умрет как собака и попадет в пекло. Вот этот текст опубликован, он, собственно говоря, достаточно известен. И тем самым Калиновский пытался использовать униатский фактор для того, чтобы вовлечь бывших униатов восстания и расколоть православную церковь. То есть внести раскол между древнеправославными, то есть те, кто были православными до 1839 года, и нововоссоединенными православными. Вот такие вот факторы использовались в этой пропаганде. И мы видим, что использовались и социальные приманки, и меры по, скажем, церковному расколу. И все эти меры в совокупности они преследовали одну цель. Заманить белорусских крестьян в самоубийственную ловушку польского восстания. Потому что участие безоружных крестьян в борьбе с регулярной русской армией это действительно коллективное самоубийство. Это пропаганда, призыв к коллективному самоубийству во имя достижения польских национальных целей, совершенно чужных православному крестьянству. Вот, собственно говоря, цель этой пропаганды, которая зафиксирована в листовках и в мужской правде. И само это восстание, по сути, оно было шляхетским, сензовским и по социальному составу мы видим, что преобладавшей силой было дворянство. Именно дворянство польского происхождения. Крестьяне составляли незначительное большинство, потому что они проявили здравомыслие. И, собственно говоря, вот на эти заманчивые социальные приманки, и социальные, и религиозные крестьяне не пошли. И восстание было тяжелым испытанием для воссоединенной православной паства, но во главе этой пасты стоял великий пастырь митрополит Иосиф Семашко, и он писал впоследствии, что юная литовская паства с честью пережила испытания и осталась верной православию и императору Александру II. И в этом восстании, в котором, повторяю, участие принимали главные и помещики, и шляхты, и ксензы, использовался широко террор против мирных жителей. Тех жителей, которые поддерживали правительство и оставались ему верными. Но проблема была в том, что военные задачи решались довольно быстро и эффективно, то есть армия успешно поражала небольшие пастанческие тряды, но проблема была в том, что не было твердой власти на местах. По сути дела, существовало двое власти. Власть подпольного польского Жунда и его литовских комиссаров и слабая, нерешительная власть российской администрации генерал-губернатора Назимова. И естественно, что в период вот этого двоевластия создавалась такая ситуация, что разбитые отряды повстанцев, они постоянно пополнялись новыми силами и восстание продолжалось. И естественно, что правительство испытывало тревогу, тем паче, что главная ставка восставших была на интервенцию Запада, то есть на интервенцию Франции и Англии. И польские эмиссары, которые были в это время на Западе, прежде всего во Франции, в Бельгии, они, собственно говоря, воспитывали общественное мнение Запада о том, что восставшая Польша, это единственный оплот защиты европейской цивилизации. И уже в своем манифесте 22 января 1863 года Польский Центральный Комитет писал следующее, что он призывал, я цитирую по памяти, убогий и насилуемый народ московский на страшный погибельный бой, последний бой европейской цивилизации с диким варварством Запада. Это вот буквальная цитата из манифеста ЦНК. И тем самым русское государство подлежало уничтожению во имя польской свободы. И вот инструментом этого уничтожения и должны были стать белорусские и малороссийские крестьяне. И естественно, что Муравьев, который был назначен императором Александром Вторым на должность Гиленского генерала-губернатора, он прекрасно понимал проблемы северо-западного края. Это был человек без сомнения гениальных способностей. Это был человек, который совмещал в себе великолепные способности администратора и призвание политика. И вот это совмещение плюс великолепный систематический математический ум и позволили ему в короткие сроки восстановить силу государства на местах и тем самым прекратить всякое поползновение к пополнению повстанческих отрядов, восстановить интерес, извините, восстановить авторитет государственной власти и самое главное восстановить доверие крестьян к этой власти. И Муравьев все это сделал блестяще за короткий срок и уже к осени 1863 года восстание было подавлено малой кровью и террор был остановлен. Вот это действительно величайшая заслуга Михаила Николаевича Муравьева, который блестяще справился вот с этим польским партизанским движением. И вторая задача, которая стояла перед Муравьевым, это задача созидательная. Это действительно великая задача, потому что в то время элитой северо-западного края было польское меньшинство. И по сути дела православное большинство и опора этого большинства православная церковь находилась в униженном и угнетенном положении. И вот нужно было вывести и белорусский народ, и православную церковь из этого недопустимого положения и восстановить их авторитет, силу и социальную значимость. И Муравьев прекрасно понимал, что если этого не сделать, то полонизация края, ополячивание края, окатоличивание края, этот процесс будет продолжаться. Нужно повернуть колесо истории в иную сторону, то есть развернуть историю Белоруссии в сторону православия и русской народности. И буквально за два года своей реформаторской деятельности Михаил Николаевич Муравьев решил эту воистину титаническую историческую задачу. Он изменил ход истории Белоруссии. И теперь уже не могло быть и речи о том, чтобы те колониальные отношения, связанные с эксплуатацией, связанные с культурным господством польского меньшинства, чтобы эти отношения продолжали свое развитие. Нет, он ограничил возможности влияния на население и римско-католической церкви, и польского меньшинства и возвысил русскую народность и русскую православную церковь. И вот в этом нетленная историческая заслуга Михаила Николаевича Муравьева-Виленского.